Всем привет! Сегодня мы поговорим, почему же не получается завиток ламинирования ресниц. Процедура ламинирования ресниц придает ресничкам изгиб, окрашивает, питает маслами. Но бывают такие случаи, когда не получается завиток. Вы можете сказать вашему клиенту, что это уходовая процедура. Давайте же разберем случаи, в которых может не получиться завиток. Первый – это гормональный сбой вашего клиента, беременность, прием гормональных препаратов. В этот период ресничка становится жесткая, плотная, покрывается своеобразной пленочкой. Тем самым завиток может не получиться. Заранее обсудите это с вашими клиентами. Второй случай – это слабое натяжение ресниц. Кончики ресниц подкручиваются, а сама ресничка остается прямой. Третий случай – это неправильно подобранный валик. У вашего клиента реснички слишком короткие, а вы подобрали слишком большой валик. То есть, тем самым ресничка не доходит до места изгиба и не подкручивается. Четвертое – срок годности ваших составов. Срок годности ваших составов вышел или подходит к концу. При работе с такими препаратами вы должны выдерживать их немножко дольше по времени, для того, чтобы сработал состав и получился завиток. Но лучше заменить такие составы на новые. Также учитывайте то, что после нанесения первого состава проверяйте с помощью МФИ ресничку на готовность. Вы отклеиваете ресничку от валика, тем самым направляете ее в разные стороны и смотрите по ее состоянию. Она должна быть податливая, эластичная, гнутся. Я сняла для вас подробное видео. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите самые интересные видео. Также учитывайте об индивидуальных особенностях ваших клиентов. У всех реснички разные. Могут быть пористыми, жесткими, тонкими. В работе используйте только профессиональные инструменты. Это МФИ и аппликатор. Если я была вам полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!